Понял, что я его вообще не понимал. Мало того, что я его не понимал, я как служитель, как пастор, даже трактовал его Михаилу. И я думаю, когда я это понял, я понял, что если я это не понимал, то как просто обыкновенный человек, который просто ходит в церковь раз в воскресенье и Библию читает один раз, ну, или слышит Библию один раз в неделю, и то в мою трактовку. И я такой думаю, Боже мой, насколько важно то, что мы будем изучать. И я хочу, чтобы мы начали этот блок, потому что, ну, блок, как слышит голос Бога и блок взаимоотношений с Богом. Я не знаю, когда я его закончу. Может быть, через месяц, может быть, через два. Но если мы не научимся слышать голос Бога, если мы не научимся взаимоотношения с Богом, все остальное в нашей жизни не имеет никакого смысла. Аминь! Не имеет смысла ни семья, ни бизнес, ни работа, ни дети, если у тебя нет взаимоотношений с Богом. Аминь! Если ты не научился слышать голос Бога. Мы сегодня, я покажу вам в первых трех главах бытия, где мы увидим, как говорит Бог, где мы увидим, как говорит дьявол, где мы увидим, как говорит человек с точки зрения Бога, с точки зрения дьявола и с точки зрения самого себя, внутри себя. То есть в трех главах бытия я вам покажу сегодня, что есть разновидности голосов, которые иногда люди путают и думают, что так говорит Бог. Путают и воспринимают это за истину и начинают жить согласно этому искажению. И когда мы живем согласно этому искажению, наша жизнь становится не в плане бочек. И это серьезная проблема, очень серьезная проблема в жизни верующих людей. И до тех пор, пока мы не осознаем это, я не думаю, что есть вообще смысл о чем-либо думать о том. Пока мы не осознаем, что взаимоотношение с Богом это номер один. Слышать Его голос это номер один. Потому что когда ты услышишь Его, когда ты научишься слышать Его и понимать, что это Он сказал, тогда твоя жизнь на полном смысле. Тогда твоя жизнь станет изменяться. Она начнет просто приобретать благословение. Когда ты будешь понимать, что это говорит Бог. Давайте отходим в Евангелие от Иоанна, 10-ю веку. Если у вас нету Библии, или у вас мало Библии на лавочках, я думаю, там откроют сейчас на экран. Я сначала прочитаю все с первого по 30-й стих. Я все прочитаю, потом сделаю некоторые комментарии. Потому что на самом деле проповедь моя не построена на Иоанне, 10-й главе. Моя проповедь сегодня будет построена на первых трех главах пятия. Но я хочу начать вот этот цикл, блок проповедей, которые у нас будут в течение нескольких месяцев о взаимоотношении с Богом и как слышать его голос, они основаны будут именно на этой истории. Истинно, истинно говорю вам, кто мне дверью входит во двор овечье, но перелазит иным путем тот вор и разбойник, а входящий дверью пасты овца. Если предверник, я ему предверник отворяю, и овцы слушают голоса его. И он зовет овец своих по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту прыщу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. То есть, когда я прочитал первые пять стихов, я сначала, ну, я вам могу сказать, как обычно, включите первые пять стихов. Обычно эту пробу, ну, эти пять стихов слушателя трактуют, как и я, я тоже это так понимал до этой недели, что я правильный пасты. все остальные, кроме меня, они неправильные. Я знаю свою церковь, я знаю каждого по имени, я знаю каждого по ситуации, каждого проблему, вот я добрый пастыр для этой церкви. И если люди слушают каких-то других пасторов, значит, они что-то делают неправильно. Я такой, думаю, стол. Кто я такой? Я обыкновенный предверник. И моя задача не прилепить людей к себе, к Юре, а прилепить людей к Христу. Моя задача научить церковь не слушать меня, а слушать Христа. Моя задача не влюбить в меня, как некоторые говорят, у нас пастыр душечка. Нет, Христос. Моя задача влюбить вас в Христа. Моя задача показать вам, кто такой Христос и не перепутать его голос. Вот это моя цель, моя мечта, мое предназначение. Я не для того поставлен Богом здесь, чтобы влюблять людей в себя. Я сказал, нет, моя задача, чтобы вы научились слушать голос Бога. И когда Иисус рассказывал эту прищу, Он не рассказывал о служителях того времени. Он рассказывал о себе. Он не критиковал служителей. Он рассказывал о себе. Он рассказывал о том, что люди, которые были, жили в то время, они не узнали голос Иисуса Христа. Они не узнали голос Божий. Они не знали Его голос. Они не знали Его. Потому они и перепутали. Потому они Его не признали. И когда, к примеру, если вы к Максу придете и скажете, там пастор тебя зовет. И что-то ему скажет, а какие слова он говорил, когда он меня звал? Они что-то сказали, нет, это не мой пастор меня звал. Потому что он бы такие слова даже не употребил. Если он бы меня звал, он бы сказал ну хотя бы вот так. Почему? Потому что он имеет заводопишение с ним. Каждый день он со мной общается. Каждый день он знает, как я могу с ним разговаривать и что я могу ему сказать. Почему? Вот эти вот взаимоотношения были потеряны во времена Иисуса Христа. И Иисус пришел и Он рассказал притчу о себе. И когда я прочитал этот стих, я понял, что многие люди знают проповедников на зубок. Многие люди знают, цитируют цитаты слова пасторов, слова служителей, на зубок знают эти цитаты. Но очень мало христиан, рядовых христиан, которые знают голос Иисуса Христа, которые цитируют Его Слово, которые цитируют то, что Он сказал, потому что Его Слово номер один для верующих людей. И когда мы осознаем это, когда мы это поймем, твоя судьба, твоя жизнь, твой мир, в котором ты живешь, он получит перемены, он получит изменения. Твоя жизнь поменяется, твое понимание поменяется. Все, что тебе нужно, это научиться слышать Его голос. Не перепутать, кто говорит. Бог говорит, человек говорит, дьявол говорит, ты сам к себе говоришь, кто говорит. И когда ты будешь четко понимать, с кем ты сейчас разговариваешь, ты будешь на них к себе вести. Вот этот блок, потому что это нельзя вместить в одну проповедь. Это нельзя просто взять целый блок двухмесячных уроков, которые мы сделаем, вместить в одно воскресенье. Это невозможно. И я понял, что это есть проблема в нашей церкви. Что мы не научены слышать голос. Мы не научены взаимоотношениям с ним. Я хочу еще раз прочитать эти пять стихов. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор общий. Другими словами, если вас кто-то учит не тому, что сейчас будет учение, этот человек не нужно слушать. Но перелазит иным путем тот вот и разбойник, кто хочет научить людей не тем принципам и истинам, которые написаны в Божьем Слове, которые мудрствуют своими мозгами, своими какими-то словами, учениями, тренингами. он вор и разбойник. А входящий дверью пастыр овца, который поступает по истине, который поступает согласно Божьего Слову, что его слова не расходятся со словами Божьими. Это тот человек, который входит в дверь, который заходит и не боится войти в эту дверь. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос его, а за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. За чужим не идут, а убегают, потому что не знают чужого голоса. Это сильнейшее откровение, которое нужно понять. Кто твой пастор? Если твой пастор Иисус Христос, ты никогда не будешь в проигрышах, ты никогда не заблудишься, ты никогда не оступишься, ты никогда не согрешишь, ты никогда не сделаешь ошибку роковую, ты никогда не потеряешь. Кто твой пастор? до конца проповеди мы разберемся. Эту прищу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, Иисус сказал им снова, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Истину истинно говорю вам, Я дверь овцам. Я вчера увидел эту картину поле, тысячи овец, линия, ворота, и все овцы тысячи овец, заборов нету, одни ворота, и все овцы стоят в очереди, чтобы пройти именно через ворота. Не напрямую, не как бараны, а как овцы. Они стоят в очередь, чтобы пройти в открытые ворота. Я когда увидел эту картину, я думаю, это величайшая мудрость для христиан, чтобы войти в ворота, а не пойти напролом, а не пойти по-своему какому-то откровению. Иисус говорит, я дверь, я овец. Если ты хочешь войти через окна иным каким-то путем, ты вор и разбойник. Я дверь, дверь овца. В какую дверь входишь ты? Кто зовет тебя в эту дверь? Слышишь ли ты, кто разговаривает с тобой ежедневно? Каждую секунду с нами кто-то разговаривает. Я человек, другой человек, дьявол, Дух Святой и Господь. Каждую секунду кто-то с вами разговаривает. И если вы не научитесь слышать четко голос Божий, это может быть проблема. Все сколько их не приходило пред мною воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я дверь, кто войдет мною, тот спасется. Первый. И войдет, и выйдет, и бажить найдет. Кто войдет через Христа, кто услышит его голос, получит спасение, найдет пажить все необходимое, что нужно для тебя. Все, чем ты нуждаешься, находится на пажите. Все, что нужно, это четко понимать, чей голос сегодня с тобой разговаривает. И мы научимся за это время. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Смотрите, какая удивительный стих. Разные люди или разные личности, которые могут говорить с тобой. Но одна личность говорит для того, чтобы что-то украсить тебя, чтобы убить тебя, чтобы погубить тебя, чтобы обмануть тебя, чтобы подставить тебя, чтобы затянуть тебя в какую-то передрягу, не иногда даже с тобой по имени не разговаривать, но пастор, тот, который любит тебя, он знает тебя по имени. Когда он знает тебя по имени, знаете, о чем это говорит? Если человек знает тебя по имени и помнит, как тебя зовут, это говорит о том, что он знает по крайней мере часть твоей жизни. Он знает и переживает за то, что происходит с тобой. Он молится за то, что в твоей жизни какие-то трудности или переживания. Он радуется вместе с тобой, когда ты радуешься. Когда ты понимаешь, что какая-то личность с тобой разговаривает, но у тебя внутри дискомфорт, ты должен понимать, что эта личность пришла для того, чтобы что-то украсить тебя, чтобы убить тебя, погубить тебя, обмануть тебя, подставить тебя. И ты должен четко понимать, кто с тобой говорил. Вторая личность, он говорит, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Когда говорит Господь, он говорит только для того, чтобы что-то изменилось в твоей жизни лучше. когда говорит тот, кто за тебя переживает, он хочет для тебя лучше. Он хочет для тебя самое ценное. Он хочет для тебя то, чем ты нуждаешься на сегодняшний день. И если ты поймешь, кто разговаривает с тобой, твоя жизнь полностью изменится. Полностью. это очень важно. Но как услышать голос, если у тебя нет взаимоотношения? Я пастыр добрый. Пастыр добрый полагает жизнь свою за талец. Иисус рассказывает о своем будущем. Я пастыр добрый. Я пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для тебя. Чтобы искупить тебя, чтобы омыть тебя, чтобы очистить тебя, чтобы осветить тебя, чтобы показать тебе другой путь, по которому тебе идти. И если кто-то пытается тебя переубедить в обратном, вспомни, кто пастыр добрый для тебя. Иисус или кто-то любит. Если кто-то тебе говорит слова, которые не соответствуют с истиной, убегают. Потому что овцы, которые слышат голос, которого не знают, что они делают? Они не пихают. А мы иногда ведемся. А мы иногда думаем, вот это лучшее мы это. А наемник не пастыр, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит и волк расхищает овец и разгоняет их. Есть пастыра, есть ребенка. Иисус рассказывает о себе и о дьяволе, о людях, которые или личностях, которые говорят, что мы любим тебя. Но когда придет трудность, они просят тебя. Когда придет ситуация, они оставят тебя. Когда придет какая-то давка, они даже не вспомнят это делать. Иисус рассказывает в этой главе о себе. Каким, ну, кто есть кто на самом деле. А наемник бежит, потому что наемник и не заботится о овцах. Я пастыр добрый и знаю моих и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого твора, и тех надвижих мне привести. И они услышат голос мой. И будет одно стадо и один паста. В этом отрывке Иисус очень много учит о голосе, о том, кого нужно слушать. Он учит в этой притче, что если ты сделаешь неправильный язык, что-то неправильное услышишь или не тот голос услышишь, твоя судьба может измениться как ты можешь что-то потерять. В твоей судьбе может что-то измениться как ты можешь говорить есть люди которые не сэ толок это он говорит о язычниках. То есть если брать то которое мы записали он говорит о язычниках. Есть язычники которых мне тоже нужно спасти и они услышат мой голос. Мы если вы не относитесь к еврейскому народу мы относились к язычнику. И мы услышали этот голос и приняли эту благую весть и держимся за это. Почему? Потому что его голос мы услышали. Что-то защемило в нашем сердце. Что-то открылось в наших ушах. Что-то открылось в нашей душе. Чтобы мы могли получить это спасение. Потому любит меня Отец что я отдаю жизнь мою чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего. Дальше Иисус учит. Он говорит я отдаю свою жизнь добровольно. Никто из нас не заплатил Иисусу Христу ничего. Ничего Иисус Христос не ожидал от нас спустя 2016 лет взамен. Ничего. Он пошел и умер за каждого из нас на поводу. И сколько мы должны быть чувствительны к этому голосу. К тому кто действительно заплатил цену за твою судьбу. За твое здоровье. За твою перемену. За твое освобождение. За твое благословение. За то, что ты имеешь на свобождении. Он заплатил цену своей жизни. Добровольно. И когда мы слышим другие голоса, мы должны задать себе вопрос. А этот голос, который мне сейчас говорит, заплатил свою жизнь за меня? А этот голос, который сейчас говорит, что-то требует у меня взамен? Я иногда слышу такие выражения. Я же за тебя молился. скажи спасибо, что у тебя появилась возможность за кого-то помолиться. Скажи спасибо большое. Я благодарю Бога, что Бог дает мне возможность за кого-то помолиться. Я благодарю Бога за это. Потому что не от меня молитва, не от меня решение, не от меня какая-то ситуация изменилась в жизни. Это не мое, не я это делаю. Не я исцеляю, не я освобождаю, не я даю перемены, не я делаю финансовый прорыв, не я даю работы, не я, я никто вообще. Есть Господь, которому нужно научиться слышать голос. Есть Господь, которому мы должны быть благодарны и быть благодарными. Иисус не требовал ничего в заменах. Есть место писания в Библии, где говорится, что Он обнищал для того, чтобы каждый из нас обогатился. Он раздал все свое имение. Некоторые люди до сих пор не могут составить, считают, что Он был нищим. Иисус был самым богатым человеком на земле. И Он это богатство расточил для того, чтобы произошли перемены. миром мазали 300 динариев сто это послосонные деньги. Для кого мы не готовы времени? Для этого времени это измерялось бы в миллиардах. Чтобы вы понимали. Просто баночка с маслом. Ну не знаю сколько. Баночка бодро, бочка, не знаю там было сосудом признать. Понимаете? То есть Он отдал все. Кого мы должны научиться слушать? Если только не он. Кого мы должны научиться слушать, если твоя жизнь не належит ему? Ни мне, ни пастырям, ни служителям, ни людям, ни окружениям. Только люди. от этих слов опять произошла между иудеями распор. Многие из них говорили, Он одержим бесом и безумствуем, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очень слепым? Смотрите, эти люди еще не были научены слушать ничего, но у них уже было разумение, что дьявол, он не исцеляет. Дьявол не освобождает. Дьявол не дает финансовый прорыв. Дьявол не дает мир и покой. Дьявол не благословляет семья. Дьявол не дает, ну, не меняет судьбы детей. Он не может быть дьяволом. Он не может быть бесом. Он не может быть бесом. Потому что дьявол этого не делает. За все время своей жизни эти люди уже увидели дела дьявола в своей жизни. Но говорят, этот человек говорит другие слова. Этот человек делает другие дела. Этот человек как-то по-другому относится к людям. От этого человека исходит любовь, которую мы чувствуем на физическом уровне. Он не может быть без слова. Это уже произошло. В то время они еще не знали, что это Иисус, Сын, Бог дожил. Да мы знаем, что это был Иисус, Сын Бог дожил Бог. Они не знали. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в праме в предхоре Соломонова. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из Моих овец, как я сказал вам». 27 стих. «Овцы мои слушаются Глаза Моего, и я знаю их, и они идут за Мною». «Овцы мои знают Меня, и слушают Мой голос, и следуют за Мною». «Знают Меня, и не верят за Мною шею». «Знают голос Христа, и слышат Его». «Услышат Его голос, и они следуют, и делают действия». «Они никогда не сомневаются». Я когда-то разговаривал с этими людьми, верующими, у нас была такая дискуссия, мы уже давно верующие. И они там что-то мне рассказывают о Христе. Я говорю, «Знаешь, если бы сейчас Христос сказал бы тебе с неба, или пришел, он посредине нас, встал и сказал бы, иди, но ты бы не пошел». «Откуда ты знаешь?» «Откуда ты знаешь?» «Откуда ты не поверил, что это было». «Когда Фома сказал, я не поверю до тех пор, пока руки не увижу, пока ноги не увижу, пока пальцы в ребра не всунут, я не поверю, что это Христос». Иисус пришел в третий раз, показал руки, показал ребра, показал ноги, взял его руку, засунул себе в ребра. «Вот теперь верю». Иисус говорит, блаженнее поверить не увидевшим, чем поверить тогда, когда увидишь. Я когда прочитал эту историю, то именно вот этот отрывок я понял, в другом местописании написано, что каждое колено преклонится перед Иисусом Христом. Каждое колено. О чем это говорит, да? Мы в пятницу, мы начнем разговаривали со Славиком, и он такое откровение получил, что люди, все люди встретятся со Христом. Все люди встретятся со Христом. Когда мы умрем, мы все увидим Христом. Ну, каждый, ну, кто-то увидит его как Спасителя, а кто-то увидит его как Судье. Каждый человек преклонится к этому Христу. И кто-то скажет, Господи, спасибо Тебе, я знаю, что это Тебе. А кто-то скажет, ну, а мне же не сказали. Это, ну, мне не доложили. Ну, как это? Ну, это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Если мы не научимся слышать Его голос, мы всегда будем обманывать. Если мы не научимся, ну, анализировать те голоса, которые мы слышим со Словом Божьим, мы будем обманывать. Если мы не будем анализировать информацию, которую мы получаем, и не будем ее сравнивать с Божьим Словом, с тем, которым мы наставлены, с тем, которым мы учим, мы будем обманывать. Я не хочу, чтобы мы не будем обманывать. Потому я, потому я начинаю вот этот голос, чтобы не пропустить. Чтобы, если мы услышим Слово Господа, мы сказали, да, это Бог. Это не я говорю, это не человек говорю, это не я говорю, это Бог. Сейчас я вам читаю, я вам наперед немножко открою. Сейчас я читаю вам Слово Божие. Чьи слова я читаю? Слово Божие. Слово Божие. Нет. Слово Божие. Слово Божие. Я вам читаю Слово Иисуса Христа. Он говорит, я сказал. Только просто я это читаю. Просто Господь избрал мой голос для того, чтобы мы это услышали. И Он учит сейчас нас через мой голос. Просто Он избрал мой голос, чтобы вы услышали. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную. И не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Когда я прочитал эту всю историю и начал размышлять. Я очень много понял. Что важность понимания голоса Божьего. Важность взаимоотношений с Богом. Он должен стать номер один нашей церкви. И тогда бы увидел рост и твоего служения, и твоего бизнеса, и твоей семьи, и твоих отношений с твоими детьми. И все, в чем ты руждаешься, находится один маленький секрет. Во взаимоотношении с Богом и слышать Его голос. И тогда ты не останешься без прибытков. Ты не останешься в проигрыше. Ты не будешь обмануть. Давайте откроем Бытие, первую главу. Первая глава. С первого по третий стих. Потом все остальные стихи до двадцать шестого. Я просто в общем их прокомментирую. Вначале сотворил Бог небо и землю. Если вы вдумаетесь вот в первый стих, вы поймете, что на тот момент не было физического мира. На тот момент не было физического мира. Был только Бог с Его царством, с Его властью, с Его авторитетом. На тот момент, когда Бог принял решение сотворить физический мир, не было физического мира. Был только духовный мир. Было только Его царство и Божье авторитет. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма на бездну, и Дух Божий носился над водой». Когда Он сотворил физический мир, Его авторитет Божий, Духа Святого, который носился в физическом мире, обладал всей властью на тот момент. Власть Божья пришла в физический мир с помощью Духа Святого. И когда Он начал говорить, физический мир подчинился духовной власти. Он начал делать то, что Бог сказал. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал светом». Бог сказал Слово, и это произошло. Он сказал Слово, и все стало так, как Он сказал. Если мы начнем размышлять над этими тремя стихами, мы поймем, что духовный мир подчиняется кому? Богу. С помощью духовного мира физический мир подчинился кому? Богу. Ничего, и свет не начал говорить, я не появлюсь. Я, у меня есть свое мнение. Почему? Потому что свет, и деревья, и все остальное, это не одушевлено. Они не имели мнения. У них не было мнения. У них было только подчинение Божьему Слову. Бог сказал, и стало так. Бог сказал, и появилось. Бог сказал, и сделалось. Бог сказал, и осуществилось. Бог обладает сверхъестественным авторитетом. Авторитарным авторитетом во всем мире. Написано в Библии, что Ему подчиняется небо, земля и преисподня. Небо, Царство Божие, земля, физический мир и ад подчиняются Богу. Некоторые люди сказали, мы веруем в Бога по-своему. Иисус сказал им, знаешь, бесы тоже веруют. Но они трепещут. Они в панике. Они в трепете перед авторитетом Божьим. Когда Бог говорит, все вокруг тебя начинает созидаться. Когда Бог говорит, все становится так, как Он сказал. Если вы заметите в своей жизни, ну, работу Божьего Слова в своей жизни, оно было направлено на то, чтобы творить и на то, чтобы создать. Божье Слово никогда в жизни не разрушило ничего в жизни человека. Бог всегда говорит, и оно созидает. Давайте это запомним. Что Бог говорит, и что происходит? Созидание. Бог говорит, и происходят перемены согласно этому Слову. Когда Бог говорит, все подчиняется Его авторитету. 26 стих. И сказал Бог. Опять Бог говорит. Ну, тут Он тоже много раз говорил, но я иду дальше к творению человека. И сказал Бог. В физическом мире Бог решил поставить людей, наделенных Его властью. И Он сказал Своё Слово. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пристыкающимися по земле. Бог сказал Своё Слово. Я хочу создать человека. Я хочу наделить человека своей властью. Я хочу, чтобы всё, что на земле сотворено, было подчинено человеку. Я хочу, чтобы человек был венцом творения. Я хочу, чтобы человек был прообразом и подобием моим на земле. Это то, что мы потеряли. Это то, что человек потерял. Образ и подобие Бога, авторитет и власть, владычество, управление, выполнять Божье предназначение и Божью функцию. Я общаюсь со многими людьми, эти люди говорят, что мы несчастны. Я говорю, что вы несчастны по трём причинам. Первое. Вы не примирились с Богом и не знаете Его Слово. Второе. Вы не практикуете Божье Слово. Третье. Вы не знаете Его предназначение. Если вы будете использовать любую вещь, если вы будете использовать микрофон, вместо того, чтобы говорить в него как молоток, то понятно, что с ним будет. Он, возможно, забьёт первый гвоздь, но на второй гвоздь уже его может не хватить. Почему? Потому что это не молоток на микрофон. Точно так же наша жизнь. Если мы нашу жизнь используем не по предназначению, если мы нашу жизнь используем не так, как создал Господь, если мы строим нашу жизнь на основании любого другого Слова, если мы стали образом и подобием кого угодно, кроме образа и подобия Божьего, что мы ожидаем в своей жизни? Опять же, почему это происходит? Нет взаимоотношений с Богом и не можем отличить голос Божий от голоса дьявола, от голоса своего и от голоса человека. Иногда люди или наш голос, или дьявол, они говорят так красиво, что мы можем перепутать с голосом Божьим. Почему? Потому что я не хочу начать задержать. Итак, если Бог говорит, Он говорит это с определенной целью и с определенным предназначением. Если Бог говорит, у Него есть определенная миссия. Если Он сказал, да будет свет, Он встал. Если мы выйдем читать дальше, Он разделил свет и стал один свет днем, один свет ночью, для управления днем и ночью, чтобы мы могли считать дни. То есть у Бога все, каждое слово имеет предназначение. У Бога все имеет предназначение на созидание. 27 стих. И сотворил Бог человека по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог. Следующий пункт. В голосе Божьем Бог благословляет. Бог благословляет. Из Его уст не выходит проклятие. Из Его уст выходит только благословение. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присплюкающимся по земле. Когда я прочитал этот стих в новой призме «Понимание голоса Божьего», я понял, что когда Господь передает что-то человеку, он не боится, что человек займет его позицию. Он не боится, он не боится отдать что-то от себя для того, чтобы ты управлял человеком. Голос Божий не доминирует над человеком. Голос Божий передает все человеку. Голос Божий хочет, чтобы ты развивался на его область. Голос Божий всегда будет нацелен на то, чтобы тебе поменять. Мне понравилось, недавно мне один человек сказал, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, во взаимоотношениях между людьми должен быть безлимитный кредит доверия. Вот у Бога безлимитный кредит доверия для каждого из нас. Он доверяет тебе, даже зная наперед, что ты предашь его. Он доверяет тебе, зная, что ты развлечешь его сына. Он доверяет тебе, зная, что через какое-то определенное время ты предашь его. Он все равно тебе доверяет. Голос Бога Он не доминил Он ничего не требует взамен Если При одном условии Голос Божий Отдает тебе Простые проблемы В твоем обществе Он хочет тебя поднять Знаю, что ты все равно И ты не можешь И сказал Бог Вот, я дал вам Всякую траву, сеющую семя Какая есть на земле И всякое дерево, у которого Вон приветствует, сеющий семя Вам это будет в пище А всем зверям земным И всем тисам небесным И всякому гаду, приспекающемуся по земле В котором душа живая Дал тебе всю зелень Травную в пищу И стало так И увидел Бог все это Что Он создал И вот хорошо весьма И был вечер И было утро И шестой Что я увидел в следующем Когда говорит Бог Он дает полные инструкции Как и что нужно сделать С тем, что Он тебе доверяет Когда говорит дьявол Он еще может насмехаться над тобой Ну разве ты не знаешь Неужели у тебя не достает образование Ну ты же такой умник Голос Бога так и делает Бог всегда дает инструкции Бог всегда дает подсказки Бог всегда будет руководить И вести тебя во всем том Что Он тебе доверяет Бог никогда не доминирует И когда ты слышишь Его голос Ты не перепутаешь его еще Он не унижает И не обзывает И не оскорбляет И не насмехается И не превосносится И не ищет своего И не сплетнищает И не делает какие-то обзывания Бог всегда даст инструкции Что нужно делать С тем или иным направлением Которое Он тебе доверяет Если ты услышал что-то И ты задаешь вопрос Господи Если это Ты Разъясни мне И если ты не слышишь разъяснения Подожди Возможно еще не время Или возможно Не торопись Делать Бежать впереди Пармон И не торопись Делать быстрее Чем Бог хочет Тебе что-то Продолжение Иногда Бог говорит И это может занять время Как с рождением Иисуса Христа Пророчества были Инструкции были Но Иисус не рождался Он родился Через определенное время После этого Иисуса Христа То есть У Бога есть Свое время У Бога есть Свое срок Но мы должны научиться Понимать Что если Бог Что-то тебе говорит Он обязательно Отдаст инструкцию Следующее Вторая глава 15 стих И взял Господь Бог С человека И поселил Его в саду Эдемском Чтобы возделывать Его И хранить Его Смотрите Что Бог делает Мало того Что Он создает Человека Мало того Что Он Доверяет Он должен Заниматься чем Он даст тебе Четкое понимание Мало того Он посадит тебя В эту сферу Аминь Без твоего Даже участия Без твоего Участия У Господа Есть свой метод Свой план Для тебя Ты не можешь Его перепутать Я размышляю Порог Господь Что-то говорит Я ему говорю Как это будет Как Мария говорит Как это будет Если я мужа Не знаю Как Не знала Вообще Как Ко мне люди Подходят Разные Говорят Посмотри Вот Это же Видно Я говорю Я не понимаю Как это Я не понимаю Приходит другое Другое время И Бог Показывает Свою славу И Бог Показывает Своё Какое-то действие И Бог Показывает Своё Какое-то Водительство Я думаю Вот так Вот в это Я верю Почему Потому что Когда Бог Говорит У него есть этапы Первое Он говорит Свою мечту Второе Он показывает Что он это Уже сделал Третье Он даёт Инструкцию Четвёртое Что он делает Он Посадит тебя В эту сферу Некоторые люди Говорят Как я выйду замуж Как я женюсь Когда-то Я себе сказал Умри для Господа Он Посадит тебя К твоему мужу И твоему жене Не торопись Дальше Следующее Что говорит Голос Божий И заповедал Господь Бог Человеку Говоря От всякого Дерева В саду Ты будешь ест От дерева Познания Добра и зла Не ешь От него Ибо В день В который Ты вкусишь От него Смертью Умрёшь Следующее Что мы можем Услышать В голосе Бога Он переживает За твою жизнь Он переживает За то Чтобы ты Не наделал Никаких Упас Он переживает За то Чтобы ты Не отступил От своего Первоначального Плана Он переживает Он предупреждает Тебя наперёд Он говорит Послушай Когда ты Достижнешь Какого-то Результата Придут люди Которые Предложат тебе Сделать Ошибку Не сделай Этого Потому что Как только Ты эту ошибку Сделаешь Всё разрушится В твоей жизни Бизнес Разрушится Семья Разрушится Дети Разрушатся Всё разрушится В твоей жизни Не соверши Ошибку В выборе Супруга Потому что В тот момент Когда ты Сделаешь Эту ошибку Ты будешь Жалеть До конца Своих дней Бог переживает Потому что Он знает Твоё будущее От рождения До смерти Он знает Всё Связанное С тобой Он переживает За это Голос Божий Он всегда Будет являть Своё переживание Он говорит Послушай Не сделай ошибку Не сделай ошибку Понимаете Мы читали А вор Приходит Для чего? Убрать Украсть Убить И погубить Обмайщик Придёт И будет Говорить Послушай Меня Я знаю Лучше Я знаю Правду Но иногда Это лучшее И правда Может привести Тебя в погибель Голос Божий Нельзя Переводить Он говорит О своей Плате О своей Миссии Он открывает Всё Наперёд Если бы Дьявол Пришёл К Еве И сказал бы Послушай Ева Вот знаешь Я пришёл Тебя обмануть Вот как только Ты съешь Этот плод Проклятие пойдёт Твой старший сын Убьёт Младшего сына Болезни Придут на землю Да не слушай Ты Бога Давай Делай Как я Я всегда говорю Если бы Ко мне пришли И рассказали Что через Одиннадцать Лет Я буду Плеваться Кровью От того Что я Буду курить По три пачки Сигарет В день Что я буду Умирать Что у меня Будет кровь Литься Из всего Где только У меня есть Отверстие Я бы сказал Вы дойдите Гуляйте Со своими сигаретами Мне рассказывали Не сигареты Это круто Это то что нужно Это весь смысл жизни Бог всегда говорит Наперёд Что тебя ожидает Что тебя ждёт Он предупреждает Он всегда заботится Подтверждение моим словом Дальше читаем И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку Одному Сотворим ему Помощника Соответственного ему Дальше он переживает Говорит Не сможет этот человек Один справиться Со поставленной задачей Ему нужен помощник Ему нужен будет Такой же человек Ему нужен будет Тот Кто поможет Ему Выполнить Его предназначение Как можно Перепутать Такой голос Если ты слышишь В своём сердце Голос Который Говорит Наперёд Если ты слышишь В своём сердце Голос Который даёт Чёткую инструкцию Если ты слышишь В своём сердце Голос Который Предупреждает Тебя Предохраняет Тебя Если ты слышишь Голос Который говорит Я хочу Дать тебе Помощников Я хочу Создать Вокруг тебя Что-то Что поможет Тебе Создать Выполнить Моё предназначение Как можно Перепутать Такой голос Теперь поговорим О голосах Которые говорят Люди Первый голос Который я назвал Мы будем Тут будет Переплетение Люди Потом дьявол Потом опять люди Потом Бог Первое слово Которое Мы можем Читать В Библии Сказал Человек Мне очень Понравилось Слово 21 стиха И навёл Господь Бог На человека Крепкий сон И когда он уснул Взял одно из ребер Его И закрыл То место Плотью И создал Господь Бог Из ребра Взятого Человека Женщину И привёл её К человеку И сказал Человек Вот Эта кость От костей Моих И плоть От плоти моей Она будет Называться Женою Ибо взята От мужа Своего Слова Которые Говорит Человек Они должны Соответствовать С Божьим Предназначением Если ты Слышишь Когда говорит Человек Какое-то Слово Которое Не соответствует С Божьим Планом Которое Не соответствует С его Истиной Которое Не соответствует С предназначением Для тебя Не слушай Этих Людей Просто не слушай И говорили Знаешь Отойди Как сказал Иисус Отойди От меня Сатана Иисус Петру Даже сказал Отойди От меня Сатана Петр Не был Сатаной Но Сатана Использовал Петра Который Сказал Да не будет Это с тобой Ты не должен Идти на миссию Которая Предназначена Тебе Твоим отцом Ты не можешь Умереть Как вор Как разбойник Тебя не могут Распять На кресте Ты не должен Это делать Слова человека Должны Полностью Соответствовать С Божьим Планом Для тебя Если люди Которые Возле тебя Разговаривают С тобой И ты чувствуешь Что это Соответствует С Божьим Словом Продолжай С ними Диалог Но если Ты слышишь Что эти Люди Затягивают Тебя В какие-то Непонятные Уводят Тебя От твоей Миссии От твоего Предназначения От того Слова Которое Ты принял От Бога От того Слова Которое Ты услышал От Бога Разорви Отношения С этими Они не приведут Тебя Первое Есть голос Бога Второе Есть голос Человека Который Соответствует С волей Божьей Третья Глава Теперь На арену Появляется Дьявол Змей Был Хитрее Всех Зверей Полевых Который Создал Господь Бог И Сказал Змей Женщине Подлинно Ли Сказал Бог Не ешь Никакого Дерева В раю Что делает Змей Что делает Дьявол Голос Дьявола Как отличить Голос Дьявола От голоса Божьего Голос Дьявола Всегда Ставит Под сомнение Голос Бога Всегда Голос Дьявола Всегда Ставит Под сомнение Голос Божий Всегда Ставит Под сомнение Слово Слово Божий, как Библия. Всегда ставит под сомнение твое предназначение. Всегда ставит под сомнение тому, чему ты научил. Всегда. Голос дьявола всегда ставит под сомнение голос Божий. Правду ли говорит Бог? Кто может еще больше, как не Бог, говорить правду? Бог создал тебя, дьявол. И он будет врать. Кто ты такой? Чтобы говорить правду. Правду ли говорит Бог? Для того, чтобы не попасть в просаг, не нужно говорить слова, как говорила Ева. И сказала женщина, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ещи их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Никогда не вступайте в конверсейшн с дьяволом. Никогда не ведите дьяволов с людьми, которые хотят увезти вас с правильного пути. почему? Потому что у дьявола всегда есть аргументы. Если бы Ева сказала бы, я знаю, это не голос Божий. Если бы Ева сказала, я овса, который не знаю твой голос, я убегу от тебя. В жизни Евы, в жизни человека не попались, не появились бы проблемы. если бы ты вовремя остановился и поразмышлял, где голос Бога, где